Продолжение следует... Продолженное писание в третьем псалме, 147, напоминает нам о том, что он исцеляется крушенных сердцем и перевязывает их раны. Здесь псалмопевец говорит о Божьей целительной силе, его способности восстанавливать и обновлять тех, кто страдает, тех, на ком остались шрамы от жизненных битв. Этот стих обращается к самой сути нашего человеческого опыта. Кто из нас не испытывал жало разбитого сердца или тяжести горя? Псалмопевец, которую не коснулись жизненные испытания и невзгоды, задалась вопросом, находится ли исцеление и восстановление в пределах нашей досягаемости. Но псалмопевец не оставляет нас без ответа на этот вопрос. Вместо этого он предлагает утешительный ответ. Он представляет нам образ любящего Бога, Бога, который исцеляет, восстанавливает и обновляет. Это не отстраненное, безразличное божество, а личный сострадательный Творец, который принимает самое непосредственное участие в нашей жизни. В моменты, когда нам больно, мы иногда можем забыть об этой истине. Мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и подавленными сложившимися обстоятельствами. Но давай сделаем паузу на мгновение и поразмыслим над этим. Если наш Бог достаточно силен, чтобы сотворить Вселенную, разве Он не способен также залечить наши раны и залечить наши разбитые сердца? В книге пророка Иеремии 1714 года пророк взывает «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь. Спаси меня, и я буду спасена, ибо Ты моя хвала». Здесь Иеремия выражает глубокое доверие к Божьей исцеляющей силе. Он понимает, что истинное исцеление и восстановление могут исходить только от Бога. Так как же же мы можем применить это к нашей жизни? Как же мы можем пригласить Божье исцеление, восстановление и обновление в наш повседневный опыт? Давай помолимся за нас. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе, признавая Твою силу, Твою любовь и Твоё милосердие. Мы верим в Твою способность исцелять, восстанавливать и обновлять. Мы возлагаем наше бремя к Твоим ногам, уверенные в том, что Ты сможешь превратить нашу боль в цель, а наши испытания – в свидетельства. Наш путь исцеления начинается с признания нашей нужды в Тебе, Господь. Речь идет о признании того, что наша сила и жизнестойкость проистекают не из наших собственных способностей, а из Твоей обильной благодати. Речь идет о том, чтобы доверить Тебе нашу боль и нашу разбитость, будучи уверенными в том, что Ты сможешь снова сделать нас едиными целыми. Преобразующая сила, которую приносит в нашу жизнь преданность Богу, очень глубока. Этот акт освобождения, эта передача Божественному контроля над нашими тяготами и неприятностями, создает вакуум, пространство в наших сердцах и умах. Однако это пространство не должно оставаться пустым. Напротив, оно становится плодородной почвой, на которой Божья исцеляющая и восстанавливающая сила может пустить корни и прорасти. Именно здесь мы готовимся к тому, чтобы испытать чудо исцеляющего прикосновения Бога. Представь себе, если хочешь, сад, заросший сорняками. Эти сорняки олицетворяют нашу борьбу, нашу боль, наше бремя. Если мы потратим время на то, чтобы старательно удалить эти сорняки, у нас не останется голой почвы. Вместо этого мы создадим возможность для роста новых красивых растений. Точно так же обстоит дело и с нашей жизнью. Когда мы отдаем свое бремя Богу, мы не остаемся опустошенными или бесплодными. Вместо этого мы подготовили наши сердца и умы к исцелению и восстановлению, которые может обеспечить только Бог. Этот процесс самоотречения не является единичным событием, разовым актом. Это постоянный, осознанный выбор, который мы должны делать каждый Божий день. Это решение доверить Богу нашу самую глубокую борьбу и боль, обязательство полагаться не на своей собственной силы, а на Его Божественную силу. Каждый день, когда мы решаем отдаться Ему, мы приглашаем Его целительную силу действовать внутри нас, просачиваться в трещины и трещины нашей разбитости и исцеляет нас изнутри и наружу. Точно так же, как физическая рана требует времени, терпения и правильных условий для заживления. Точно так же и наши духовные и эмоциональные раны требуют времени, терпения и правильных условий. Бог в своей бесконечной мудрости знает идеальные условия и идеальное время для нашего исцеления. Он понимает ритм наших сердец, скорость, с которой мы исцеляемся, и точные моменты, когда Его Божественная работа в нас принесет наибольшие плоды. Божье исцеление часто происходит так, как мы меньше всего ожидаем, и редко совпадает с нашими желаемыми временными рамками. Это не быстрое решение проблемы и не немедленное облегчение. Это целый процесс, путешествие, в которое Бог приглашает нас отправиться вместе с Ним. Это путь, отмеченный Его благодатью, Его милосердием и Его непостижимой любовью. Это путешествие, которое преображает нас, превращает в подобие Его Сына Иисуса Христа. Путешествуя вместе с Богом, испытывая Его исцеляющее прикосновение и восстановление, которое Он приносит, мы становимся живыми свидетельствами Его Божественной силы. Мы становимся маяками надежды для тех, кто страдает, осязаемым доказательством Божьей способности исцелять, восстанавливать и обновлять. Наша жизнь, наши истории становятся свидетельством Его благодати, побуждая других также искать Его исцеляющего прикосновения. Так что давай же отправимся в это путешествие с открытыми сердцами и открытыми умами. Давай доверим Богу все наши тяготы, все наши раны. Давай отдадимся Ему и освободим место для Его целительной силы. Давай будем непоколебимы в нашей вере, вере в Его способность превратить нашу боль в цель, а наши испытания – свидетельство Его благодати и любви. По мере того, как мы продвигаемся вперед, мы должны осознавать силу надежды и веры в Божье время. Вы размышляете над словами пророка Исаия 4, 1031. Но те, кто надеется на Господа, обновят свои силы. Они будут парить на крыльях, как орлы, они будут бежать и не устанут. Они будут ходить и не упадут в обморок. Это больше, чем просто обещание. Это свидетельство стойкости и восстановления сил, которые приходят в результате того, что мы веряем свою жизнь Богу. Этот путь исцеления и восстановления – это не тот путь, по которому мы идем в одиночку. Мы путешествуем вместе, опираясь на коллективную силу нашей веры. Мы опираемся друг на друга, учимся друг у друга и черпаем силы в совместном опыте исцеляющего прикосновения Бога. Нас объединяет не наша общая боль, а общее переживание Божьей благодати. Каждый шаг, который мы делаем, каждое бремя, с которым мы сдаемся, приближает нас к Божественному Целителю, к тому, кто может превратить нашу боль в цель, а наше страдание в силу. Даже когда путь крутой, даже когда путешествие трудное, мы продолжаем идти вперед, зная, что Божье исцеление – это не далекая мечта, а настоящая реальность. Наше мышление во время этого путешествия имеет большое значение. Мышление, основанное на вере и надежде, позволяет нам заглянуть за пределы наших нынешних трудностей и приблизиться к исцелению и восстановлению обещанным Богом. Это помогает нам воспринимать наши испытания не как препятствия на пути, а как ступеньки на пути к более глубокому пониманию Божьей любви и благодати. Давай же будем воспитывать в себе образ мыслей, основанный на вере и надежде. Давай постоянно отдавать свое бремя Богу, позволяя Его исцеляющей и восстанавливающей силе действовать в нас. Давай будем опираться друг на друга, чтобы обрести силу, поддерживая друг друга на нашем пути к исцелению и восстановлению. Вместе с Богом мы сможем превратить нашу боль в цель, а наши испытания – в свидетельство Его благодати. Каждый день – это новая возможность ощутить исцеляющее прикосновение Бога. Это новый старт, шанс отбросить вчерашние заботы и тяготы и принять обновление, которое предлагает Бог. Сейчас самое время вспомнить, что какими бы глубокими ни были наши раны, каким бы тяжелым ни было наше бремя, Божье исцеление и восстановление находятся в пределах нашей досягаемости. Божье обещание, данное нам, совершенно ясно. Он восстановит нас, Он исцелит нас и обновит нас. Но мы должны быть готовы довериться Ему, доверить Ему свое бремя и идти вместе с Ним по этому пути исцеления. Это настоящее путешествие, но это путешествие, по которому мы идем не в одиночку. Это путешествие, по которому мы идем рука об руку с нашим Божественным Целителем. Так давай же смело и уверенно идти по этому пути, зная, что Бог с нами, направляет нас и исцеляет на каждом шагу этого пути. Давай будем держаться за Его обещания и поддерживать друг друга на этом пути. Когда мы сдадимся со своим бременем и поверим в Его исцеление, мы сможем с нетерпением ждать восстановления и обновления, которые нас ждут. Да прибудет Господь со всеми нами в этом путешествии. Мы очень рады, что разделили сегодня с тобой этот момент вместе. Если эта молитва принесла тебе утешение, пожалуйста, подпишитесь на ежедневные утренние молитвы, которые помогут тебе начать свой день на позитивной ноте. Благословляю всех на чудесный день!